Всем привет! Вы на канале Demons Shoes и сегодня мы разберем айсберг самых необычных брендовых вещей, по моему личному мнению. И наконец узнаем, что же скрывается в самых темных глубинах моды. Всего будет 5 уровней. Мы рассмотрим айсберг сверху вниз, от весьма обычных и не сильно удивляющих позиций, до самых интересных и безумных. Ну что ж, пожалуй начнем. Уровень 1. Поверхность. Мисс Чиф Гоп Стомпер. Сильно нашумевшая скейтерская пара, особенность которой заключается в том, что она имеет множество слоев различной расцветки, которые проявляются при износе предыдущего слоя. Nike Aqua Rift. Эта пара необычна своим внешним видом. Первый силуэт от Nike с таби носком. 20-47-11-20. Здесь интересен сам бренд, нежели отдельный айтем. Под влиянием аниме, музыки и сюрреалистических мечтаний основателей, этот бренд стал фантастической призмой, искажающей и переопределяющей современную японскую культуру. На самых популярных изделиях 20-47-11-20 был изображен талисман бренда – Кема. Этот милый, но жутковатый персонаж со словами «любовь» и «секс» на лице представлял собой инструмент для рассказа истории марки и дополнял величайший ее опус – проект Tokyo Recycling Project. Adidas X Gucci. Бренд Adidas с его фирменными тремя полосками, ассоциирующимися у большинства со спортивной одеждой, в сочетании с классическим костюмом, вызывает некий диссонанс при просмотре данной линейки. Issei Miyaki Backpack. Обычный детский рюкзак, но что-то меня в нем напрягает. Уровень второй. Мелководье. Three Commons Black Pony Hair Snickers. Уже приевшаяся пара рамонов, но с необычным материалом верха. Может быть, это действительно шерст пони? Balenciaga 10XL. На первый взгляд стандартные беговые кроссовки. Но когда сталкиваешься с их реальным размером, становится понятно, почему эта пара находится в списке. Для примера, вот сравнение пары 10XL и 3XL. Three Commons Kiss Boots. Весьма популярная обувь среди любителей моды. Особо нечего про нее сказать. Просто довольно нестандартный силуэт. Особенно для мужской обуви. Balenciaga Expander. Необычность модели заключается в пружинистом механизме на подошве, якобы дающем дополнительную амортизацию. Но его эффективность весьма спорна. Three Commons X Adidas Spring Blade. Довольно интересная пара с необычным цветом и нетипичным дизайном. Уровень третий. Глубина. Balenciaga Tire Belt. Ремень от именитого бренда, выполненный в стиле автомобильной покрышки. Станет неплохим дополнением к уже известной паре Balenciaga Defender. Adidas Y3 Gendo Pro Model. Необычные кожаные кроссовки на платформе с отверстием посередине. Коллаборация Йоджи Имамото и Adidas. Анфан Ричда Прим White Vance Edition 3. Коллаборация Ванс и Ирди. Похоже на стандартный скейт-хай на платформе, но с пятнами и различными надписями, которые придутся по вкусу далеко не всем. Паку Рабан Лезер Роуб. Стеганный кожаный платок от Паку Рабан. Бабушки явно оценят. Батега Винета. Та самая обувь, про которую обычно пишут в комментарии что-то вроде «Кех! Вот это галоши!» Или «Да мой дед в таких на рыбалку ходит!» Уровень четвертый. Темные воды. Кэрол Кристиан Паэль Юсол Дрип Сникерс. Известная пара от CCP, которая произвела фурор в свое время. Лично мне симпатизирует данная модель, но для большинства людей она до сих пор выглядит слишком странно. Вибрамок с Болинсиага Хайтоп. Женская версия обычных вибрамов в коллабе с Болинсиагой, но на кублуке. Выглядит довольно странно, согласитесь. Анфан Ричда Прим Путин Джекет. Ничего плохого про эту вещь сказать не могу, да и, я думаю, не стоит. Просто не совсем понятно для чего или для кого она. Сандалии от Gucci X Adidas. Мы уже с вами видели эту коллаборацию, но, как мне показалось, эти туфли гораздо страннее. Я не буду даже пытаться это произнести, кому интересно название на экране. Очень необычный и интересный головной убор, еще есть в таком цвете. Уровень пятый. Бездны. Самый темный и непонятный уровень открывает самая темная и непонятная пара. Adidas Campus в компании футболки Париж 2008. Поистине устрашающие вещи. Болинсиага дестроит шуз. Данная обувь вызвала весьма бурную реакцию в интернете. Одни говорили, что брать огромные деньги за неносибельную пару – это откровенное издевательство. Другие вставали на сторону бренда и обозначали этот айтум как искусство. В целом, как явление, имеет место быть. Chrome Hearts Multistone Gas Mask. Декоративный противогаз от Chrome Hearts. Не имеет внутреннего фильтра, так что в Припяти с ним делать особо нечего. Зато вайбово слушать S.T.A.L.K.E.R. Плаг. Болинсиага лейс-потейто-чип-хендбэк. Сумка в форме пачки чипсов. Изначально все думали, что это какой-то рофл... Прикол. Но когда была объявлена солидная стоимость данного айтема, улыбающиеся лица пользователей интернета исказились в недоуменные гримасы. Болинсиага шевалье-бутс. Уже заметили чистоту появления этого бренда, да? На самом деле, очень интересная и недооцененная вещь. Например, для фоток в инсту или просто для декорации дома. Но сам факт наличия латных доспехов от Болинсиага уже вызывает эмоции. AM Nightmare Boots. Черные зубастые кроссовки. Выглядят, кстати, очень даже неплохо. Но я думаю, что оценят их далеко не все. Ну вот и все. Мы разобрали айсберг самых странных и необычных брендовых вещей и познали настоящие глубины моды. Пишите в комментарии свои варианты подобных вещей и делитесь видео с друзьями. Ну а если вам интересно, где взять вещи из этого видео и многие другие по максимально доступным ценам, сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. В Demonshuse вы точно найдете что-нибудь себе по душе. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Одевайтесь красиво. Субтитры сделал DimaTorzok